Вице-министр труда и социальной защиты населения встретился с рядом трудовых коллективов нашего города. Ознакомился с ситуацией в учебных заведениях, государственных и социальных центрах, а также принял во внимание проблемы, которые беспокоили коллективы. Вице-министр труда и социальной защиты населения Улжас Урдабаев ознакомился с работой Центра трудовой мобильности области Абай. Встретился с гражданами, которые получили возможность реализовать свои бизнес-идеи в результате государственной поддержки. Ознакомился с работой граждан, которые развивают малый бизнес и проконсультировал их. Обладатели грантов поделились своим опытом. В сентябре 2022 года получила грант в размере 400 мрп. На эту сумму я закупила себе машинки, оборудование машинки, вышивальную машинку. Открыла себе студию. В студии мы отшиваем вот такие вот заказы, платья, комплекты, тахаюшки. Также Улжас Урдабаев посетил геолого-разведочный колледж и ознакомился с оснащением учебного заведения. Встретился со студентами колледжа. Помимо профессиональных навыков, молодежь подчеркивала важность командной работы и способности адаптироваться к различным ситуациям. Всегда очень важно для нас встреча с молодежью, послушать молодежь где-то, им что-то рассказать о том, что делается. Как искать работу, как вести себя на рынке труда, что сейчас очень важно. Свой визит вице-министр продолжил в коррекционном центре Жархан Балашак. В настоящее время актуальным вопросом является нехватка государственных детских коррекционных центров. А ведь лечение в частных центрах, как известно, бьет по карманам родителей. Вице-министр отметил, что для решения этого вопроса ведутся необходимые работы. В рамках именно подушевого норматива как раз-таки деньги крепятся за каждым ребенком и уже родители определяют, в какой центр ребенка лучше на реабилитацию направить. Поэтому над этим мы всем работаем. Я думаю, скоро будут результаты. Очень хорошо, что к нам приехал вице-министр, уделил нам время и посетил наш центр, потому что есть проблемы, которые еще предстоит решить. Есть разные вопросы. Родители отправляют своих детей на лечение в хорошие центры, туда, где обычно есть результаты лечения. Поэтому мы задали вопрос, будут ли давать государственные гранты частным центрам, и озвучили свои проблемы. Вице-министр труда и социальной защиты населения обратил внимание на социальные проблемы. Со стороны государства будут реализованы специальные проекты для абилитации детей.